Друзья, приветствую! Виталий из Нижнего Новгорода прислал борсты масло KICKS G1 530. Сейчас я покажу вам. С маслом не совсем понятно. Оно бывает разное, скажем так. Бывает SN+. Есть самый последний допуск SP. Так, вот такие баночки свежей отработки. Это, видимо, флаконы из-под краски для волос. Так и само масло. Описание масла приобреталось на озоне. Автомобиль, условия эксплуатации. Ну давайте. Я думаю, честно говоря, что это SP. Сейчас покажу вам, почему я так думаю. Приступим. Первым делом, естественно, создам эталон, чтобы потом сравнить с ним отработку. Я здесь, видите, написал SP, ELSAC GF6A. Сейчас закладываю пару капель, чтобы спектрограмму обновить и посмотрим, что там прибор намеряет. Вот такая спектрограмма. СТРов, практически, если они есть, там минимальный какой-то уровень. Вот, да, смотрите, здесь 6-7 сотых. Обычно такой уровень не влияет на показания щелочного кислотного, поэтому как бы я спокойненько тут уже подходил к этому вопросу. Но, тем не менее, посмотрите, значит, противоизносных присадок 42%. Видно, что это такая рецептура, заточенная под эффект преждевременной вспышки LSPI. Да, здесь однозначно понижен должен быть уровень фосфора. Ограничения по нему есть в новых этих допусках. Так, гликоль сажа сейчас тоже подкорректирую. И посмотрите, прибор намерил кислотное 1,48 и щелочное 5,9. 5,9. Это явно занижено. Пару образцов и SNESP я смотрел, там 7,8-7,9. Вот, здесь я не мог понять, почему оно занижено. А потом смотрел результаты на одном известном сайте. Какой-то кореец выкладывал корейской лабу результаты и там в масле много магния. А магния это современный такой компонент, который повышает щелочь. Вот, видимо, его используют уже вот в самых современных этих пакетах магниевых. То есть, я думаю, что магний повлиял, просто прибор его не видит. Это металл и его надо прожигать на плазмой, чтобы определить. Спектрограммы не видеть. Энергетики прибора не хватит. Так, закладываю отработку. Вот, видите, Kia Rio. Третий рестайлинг 16-го года, 1,4 G4 FI. Так, противоизносных призадок 101%. Видимо, попадает с топливом. Я так думаю, нитрование 36 высокое и такой уровень высокий, да повышенный даже. Так, с сажей не видно. Отлично работает. Ну, как бы и процесс сгорания происходит. Ну и посмотрите, значит, кислотная 2,83. Ну, в принципе, пробег нормальный. Да, трасса, поездка на юг была. И щелочное прибилось 1,4. Ну, здесь как раз, скорее всего, скорее всего, с учетом того, что прибор не учитывает магний, скорее всего, что запас, если оно еще и не сработало, что какой-то запас должен быть. Вот, то есть, именно из-за рецептуры немножко не те данные. Ну, так, по крайней мере, я думаю. Сейчас давайте покажу вам сравнение. Так, по вязкости есть небольшое разжижение. Я оценил это в 29% от максимального, ну, почти на треть. Ну, скорее всего, сюда вот попадает топливо, как бы, с учетом того, что изначально противоизноски мало, а даже небольшое количество с топливом попадает, то есть, уже дает показатель там 101%, практически неизменный уровень. Да, не забывайте отметить видео, подписаться на канал, кто не подписался, нажимайте колокольчик, если хотите. Если не хотите, тоже нажимайте. Шучу, шучу. Так, и смотрите, какой прогноз получился, что было, что стало. Значит, 200 моточасов и 7500 по пробегу. Вот, ну, повторю, здесь я думаю, что заниженное получилось щелочное из-за магния. То есть, прибор учитывает, скорее всего, калий. Ну, он настроен на типике. Вот, а по магнию, по магнию, опять же, чтобы магния определить, надо плазмой сжечь этот магний, и тогда он при сжигании выделяет свет, и этот свет уже надо анализировать. Вот, это ICP-метод. Они разные, поэтому здесь, здесь физический прибор этого не может определить. Он работает от батарейки, а там большая энергия, нужна, чтобы вот эту дугу плазменную создать. Вот, я думаю, ну, так примерно я оцениваю, что здесь, наверное, это масло, если это СП, 38 средняя скорость, ну, трасса, я думаю, что оно где-то способно там на, ну, также 200, 260, ну, может быть, максимум 270 моточасов. То есть, здесь где-то занижение получилось примерно на, наверное, 7,9 на 2 единицы, ну, да, где-то вот до 30, наверное, процентов. К сожалению, вот видите, рецептуры меняются, новые условия, новые требования, новые конструкции и двигатели, и они определенную уже такую погрешность накладывают. Тут, к сожалению, ничего поделать не могу. Вот, однозначно, что маслом отработать можно может больше. Масло хорошее, в принципе, и мотор неплохо работает. Единственное, вот, нитрование там или фильтр воздушный может быть, 92 тысячи вряд ли, конечно, это катализатор. Вот, может быть, вентиляция или все-таки это трасса, вот, обороты и дополнительный нагрев, который дают для масла. Может быть, это еще ускоренную такую деградацию. Это привело к ускоренной деградации. Ну, вот, по крайней мере, такая картина. Вот, благодарю Виталия за предоставленные образцы, за поддержку канала. Все, кто посмотрел данные видео, благодарю за это. Что вы думаете, пишите в комментариях. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Всем мира. Увидимся в следующих видео. Пока.